здравствуйте дорогие подписчики и зрители канала хайр конструктор с вами вновь я сергей кимяев арт-директор одноименной академии повышения квалификации парикмахеров и в этом видео мы с вами разберем стрижку пикси с короткой челкой шторкой поехали начинаем с разделения теменной зоны на две равные части таким образом будет легче увидеть точку распада не наивысшую а именно распада через которую мы уже и будем отделять пробором от уха до уха волосы на лицевые и затылочные далее в лицевой части в зоне соединения выделяем горизонтальный пробор очень важно чтобы клиент в этот момент держал голову ровно с противоположной стороны также из точки распада разделяем лицевую и затылочную и в зоне соединения отделяем теменную горизонтальным пробором и убираем все волосы в зажим следующий шаг это округлым пробором выделяем верхнюю затылочную зону из точек соединения горизонтальных проборов и пробора от уха до уха расположив нижнюю часть пробора при этом не ниже двух пальцев затылочного бугра двумя вертикальными проборами мы выделяем первую прядь шириной не более 2 сантиметра расположив расческу на плоскости мы видим форму головы и можем представить какой должны выстроить угол стрижкой чтобы у нас была правильная форма индивидуально под голову разделив волосы перпендикулярно плоскости начинаем задавать линию среза которая в большей степени отвечает за форма образования тут линия среза параллельно пробору далее из одной точки начинаем раскручивать диагональ до нужного угла и тут я хочу показать как важно правильно делать захват пряди чтобы контролировать форму на отработках часто вижу эту ошибку когда правую сторону при выделенной диагонали на лицо начинают пальцы разворачивать вверх и пытается выкрутить себе руку в обратную сторону сейчас наглядно покажу на двух прядях чему это приводит но самое главное как исправить вот отчетливо видно пробор диагональный а пальцы при этом вертикально а должно быть параллельно пробору получилось что мы перетягиваем прядь и получаем удлинение теперь исправляем берем прядь общим захватом расположив ее перпендикулярно пробору и убираем не больше чем 0 5 сантиметров после этого проверяем баланс и если все устраивает двигаемся дальше нет повторяем процедуру а вот так оно должно быть встаем ровно по центру обрабатываемой секции распределение прядей перпендикулярно пробору не перетянув ни в одну из сторон соединение между пальцами ровно по центру пробора и обязательно после каждого среза проверяем баланс друзья если вы хотите больше узнать о правильном построении форм узнать систему которая позволяет создавать любые стрижки и хотите научиться их делать индивидуально под клиента учитывая его особенности строения головы тогда я приглашаю вас пройти мой бесплатный вебинар геометрия стрижка включ к успеху ссылку на него и оставлю в описании под видео и в закрепленных комментариях важный момент для того чтобы прядь расположить ровно по центру перед срезом нужно ее подчесать с двух сторон из-под пряди и сверху тем самым она встает ровно по центру если мы будем подчесывать пряди только с одной стороны то будет смещение и мы удлиним что собственно не так страшно как уже знаем как исправить или можем укоротить а это вот уже проблема посложнее но как мы знаем нерешаемых проблем нет теперь в зоне соединения лицевой и затылочной части я начну подтягивать обработанную прядь к обрабатываемой тем самым мы оставим более длинный затылок и укоротим виски подчесываем из-под пряди и ставим обрабатываемую прядь перпендикулярно пробору вот как вы видите такой техникой каждая вновь отстриженная прядь становится все короче и короче важный момент прочесываем прядь до того момента пока мы не убедимся что четко видим контрольную что прядь на том месте где и должна быть и пальцы параллельны пробору только после этого делаем срез когда переходим к следующему блоку обязательно его нужно размочить чтобы избежать заломов от проборов и когда волос сухой он короче примерно на пять сантиметров с левой стороны повторяем ту же технику из одной точки начинаем раскручивать диагональ пальцы параллельно пробору прядь держим по центру выделяемой секции волосы распределяем перпендикулярно пробору и срез по контрольной как вы можете видеть захватив прядь я ее почесываю с двух сторон чтобы зафиксировать по центру сторону которые не просто в стихии делали на крышку чтобы он будет оказывать перпендикулярно к этому я вам передаю в стихии кнопку пожалуйста все их в стихии например ну вот как я сейчас допущу удлинение но это из-за того что я стою не напротив линии среза чтобы не закрывать камеру я увожу руку слегка от себя и это приводит к тому что я перестаю контролировать форму и удлиняю эту сторону в начале я не хотел это показывать а потом подумал что это будет хороший наглядный пример на вебинаре мы детально разбираем эту тему где мы должны находиться по отношению к клиенту и к создаваемой форме будь то круг квадрат или треугольник и вновь дойдя до зоны соединения затылка и височно-боковой я начинаю височную зону делать на укорачивание подчесывая контрольную к обрабатываемой распределение обрабатываем в момент среза перпендикулярно пробору вот уже видно что пошло удлинение поэтому эту часть я промотаю на ускоренном режиме и уже сразу перейдем к исправлению вначале нужно найти где началось наше удлинение найдя то место выделяем в нем прядь шириной полтора 2 сантиметра и начинаем укорачивать на ту длину на которую получилась разница на висках используем всю ту же технику подчесываем контрольную к обрабатываемой и тут опять хочу сказать не так страшно ошибка когда знаешь от чего она могла получиться и как это можно исправить убедившись что обе стороны одинаковые переходим к верхней затылочной зоне округлым пробором выделяем секцию шириной не более двух с половиной сантиметров распределение пряди натуральное падение а вот угол подъема в этот момент по касательной линия среза круглая срез точечный друзья если вы вдруг что-то подзабыли в терминологии или еще не до конца разобрались со всеми оттяжками распределениями углами подъема то эта тема также будет разобрана на вебинаре и вы даже можете во время эфира скачать себе всю английскую терминологию правильно адаптированную под русскую речь и вот тут важный момент я уже не ориентируюсь на контрольную так как виски у нас короче а перекрывая их продолжая рисовать задуманную форму вот эти вот пряди должны быть у нас одинаковой длины перекрывая короткий висок ту же технику используем на всей секции распределение пряди натуральное падение подъем пряди по касательной убедившись что контрольная видно правильно продолжаем точечным срезом по ранее заданной линии не выделяем слишком широкие проборы так как и контрольную будет видно плохо и линию соединения будет сложнее дорабатывать и последнюю прядь мы также расчесываем в натуральном падении угол подъема по касательной срез по контрольной следующий шаг это работа в слоях в верхней затылочной зоне выделяем вертикальную секцию шириной примерно два сантиметра также кладем расческу на плоской чтобы найти ее и убираем не более трех сантиметров с длины линия среза параллельно линии пробора или плоскости далее радиальными проборами выделяем секции захватывая ранее подстриженную прядь распределение перпетит на плоскости срез по контрольной и с противоположной стороны делаем все то же самое переходим к теменной зоне обязательно размочив волосы и проборы выделяем первую прядь горизонтальным пробором угол подъема пряди по касательной распределение т-образно пробору перпендикулярно срез точечный линия среза параллельно пробору должен быть явно выражен несведенный переход между висками и волосами стеменной зоны все остальные волосы попрядно мы подтягиваем к контрольной держа ее на том месте где она была создана изначально с противоположной стороны делаем все то же самое друзья напомню что ссылку на вебинар геометрия в стрижках ключ к успеху вы найдете в описании к данному ролику или в закрепленном комментарии там мы уже научимся подбирать стрижки разберемся со всеми углами подъемов оттяжками распределениями разберем систему которая позволяет создавать абсолютно любую геометрическую форму на круглой поверхности головы также там будут специальные бонусы для всех участников вебинара теперь в теменной зоне будем работать слоях по центру выделяем секцию шириной 2 сантиметра распределение пряди перпендикулярно пробору линия среза параллельно пробору создав контрольную прядь я перекидываю ее на одну из сторон и вертикальными проборами выделяя пряди распределив их в плоскость делаю срез по контрольной и точно также повторяю с противоположной стороны переходим к челке двумя диагоналями к лицу мы выделяем глубокую челку по центру выделенные зоны выделяем центральную вертикальную секцию так как челка у нас будет короткая задаем первую прядь до середины лба распределив волосы перпендикулярно плоскости найдя изначально прежним способом начинаем задавать визуальную линию точечным срезом от коротких к длинным далее попрядно выделяемые секции с обеих сторон подтягиваем к контрольной теперь переходим к сушке под доработку стрижки правильно доработанная стрижка это очень важный момент как мы знаем все клиенты хотят красивую стрижку и минимум укладки так вот именно правильно размещенная геометрическая фигура относительно поверхности головы клиента дает идеальный баланс стрижки что позволяет клиенту минимизировать время на укладку волосы ложатся просто после обычной сушки феном тут я хочу показать как сушить какой волос если у клиента жесткий волос то оденьте сопла и поток воздуха направляйте параллельно волосу если европейский тонкий то снимите сопла и расческой и потоком воздуха меняем направление корню до полного высыхания так будет естественный объем но только теплым воздухом не горячим в обоих случаях горячий воздух нам нужен только для финальной укладки и только на жесткие волосы накрутить или как в нашем случае протянуть разгладить подхватив прядь я не втыкаю фен в расческу а направляя поток воздуха почти параллельно волосу прокручивая при этом щетку это называется сушка под доработку чтобы четко видеть все линии челку от центрального пробора перенаправляем от лица в две стороны вот таким вот способом можно разгладить короткие волосы которые не захватываются на круглую щетку доработку начинаем с тех же секций как и делали стрижку подхватываем прядь ножницами перекидываем ее на расческу и глубоким параллельным срезом убираем плотность по всему затылку проработав всю затылочную зону переходим к вискам и тут в той же технике глубоким параллельным срезом убираем плотность разбивая нашу линию короткие виски и зону за ухом также проходим параллельным срезом и если нужно свести на нет то скользящий режущим также можно дополнительно разбить краевую для мягкости но это если нет вихров переходим к верхней затылочной зоне и тут точно так же в каких проборах стригли в таких и дорабатываем проверяем соединение блоков и переходим к теменной зоне выделяем пряди вертикальными проборами пряди плотно зажимаем между пальцев по середине и глубоким параллельным срезом убираем плотность с волоса с противоположной стороны делаем то же самое переходим к доработке челки тут мы будем работать скользящий режущим срезом чтобы задать направление волосам двигаемся от центра к краю шаг пряди не более двух сантиметров и с противоположной стороны та же техника теперь начинаем делать более выраженный угол по центру выделяем краевую линию челки по центру и скользящий режущим срезом сводим на нет постепенно укорачивая чтобы более длинные с верхней зоны перекрывали короткие закончив с челкой делаем доработку для объема тут я использую технику выщип за счет которой более короткие будут поднимать длинные и пряди не будут лежать одной плотной шапкой эту же технику делаем и в верхней затылочной зоне теперь берем пасту для волос наносим небольшое количество на руки равномерно растираем на ладонях и просто начинаем вытирать руки об волосы сразу большое количество продукта я не рекомендую брать если не хватило лучше добавить тем же методом еще раз потом также пасты начинаем выкручивать челку наружу и у нас получилась вот такая короткая стрижка с короткой челкой спасибо вам большое что досмотрели это видео до конца если вам понравилась эта стрижка ставьте пальцы вверх если не понравилось ставьте пальцы вниз пишите свои комментарии задавайте вопросы пишите в комментариях чтобы вы еще хотели увидеть какие стрижки может быть на что-то акцентировать внимание нужно так что буду рад всем ответить в комментариях до встречи в следующих видео и на вебинаре и да пребудет с вами вдохновение пока пока удачи Продолжение следует...